Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим и размещаем дополнительные аналитические контент вам помощи. Еще одно объявление, скажем так, сегодня, поскольку понедельник, традиционно для этого дня состоится вебинар, правильный понедельник в 16.00 по московскому времени, в ходе которого мы разберем ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в сегодняшнем голосовании, которое пройдет в телеграмм канале. Будет предложено несколько тем на выбор и соответственно та, которая станет вам наиболее интересной, будет основной и центральной в ходе моего выступления. Очень хочется давать контент, который прежде всего соответствует вашим запросам. Ну что ж, центральное событие этой недели – это отчет по инфляции в США, который выйдет в четверг в 13.30 по GMT. Напомню, что инфляция имеет принципиальнейшее значение для Федрезерва, потому что от текущего показателя инфляции зависит решение Федрезерва по процентной ставке, от процентной ставки и решений по ним зависит поведение доллара. Доллар в случае влияет на все инструменты валютного рынка Форекс. То есть доллар остается основным локомотивом для всего, что происходит на валютном рынке. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 103.36. На протяжении всей, практически всей прошлой недели мы следили за тем, как индекс доллара восстанавливал свои позиции. Сначала он отбился от поддержки 104 пункта, потом протестировал сопротивление 105 пунктов и был в одном шаге от того, чтобы преодолеть сопротивление 105.5. И я, если вернулся чуть-чуть назад, еще до выхода отчета по Non-Farm Perils, был практически уверен в том, что этот релиз сможет оказать достаточную поддержку доллару и стать причиной дальнейшего, еще более выраженного роста американской валюты. Потому что был сильный отчет по EDP, доллар на него правильным образом отреагировал и сильная статистика по EDP была предвестником того, что и отчет Non-Farm Perils не должен был разочаровать. По факту цифры 223 тысячи новых рабочих мест, прогноз 200 тысяч, то есть существенно выше прогноза. Оровень безработицы снизился с 3,6 до 3,5%, то есть оказался в районе практически исторического минимума. И на этом фоне индекс доллара камнем улетел вниз. Довольно странная динамика, вопросов больше, чем ответов, друзья. Но я напоминаю вам, что наша задача все-таки смотреть на системные факторы и по-прежнему говорить о каких-то долгосрочных ожиданиях по этому инструменту. Протоколы, которые вышли на прошлой неделе, подтвердили, что ФРС по-прежнему не видит достаточно убедительных доказательств того, что инфляция снижается. И то есть, точнее, что инфляция и факты ее снижения стала устойчивой тенденцией. То есть Федрезерву необходимо еще несколько отчетов по индексу потребительских цен, чтобы понять, действительно ли индекс потребительских цен в перспективе какого-то времени приблизиться к целевому ориентированию в 2%. Пока что такой уверенности у регулятора нет. И по этой причине Федрезерв считает, что повышать ставку необходимо и дальше. Ни один из голосующих членов ФРС не считает целесообразным на текущем этапе отказываться от жесткой монетарной политики, уж тем более начинать смягчать режим, то есть снижать ключевую ставку. Ключевая ставка не достигла ограничительного уровня, тормозящего экономику и охлаждающего потребительскую активность. А значит, в перспективе ближайших месяцев по-прежнему имеет все основания, все шансы, друзья, чтобы с текущих 4,5% добраться до 5% и выше. Я думаю, что где-то ФРС возьмет действительно паузу в районе 5,25, 5,5%. Но до 5,25 даже, собственно, нужно еще дойти. Это как минимум еще 2-3 заседания повышения ставки подряд. Для меня такой сценарий является наиболее предпочтительным. Я считаю, что первый квартал мы все-таки еще поработаем с идеей потенциально крепкого доллара. Я давно выбрал для себя тактику действий по индексу американской валюты. И честно говоря, даже несмотря на то, что индекс доллар свалился с 105,5 к тем уровням, с которых мы начинали этот год и которыми заканчивали прошлый, я не очень расстроен, потому что в целом понимаю, что фундаментальный фон на стороне покупателей и есть еще порох в пороховницах, есть еще возможности для роста этого инструмента. Золото 1876. Данные по индексу рыночных настроений сейчас просто невероятные. Я никогда не увидел такой расстановки, такого позиционирования трейдеров на финансовом рынке. 88% трейдеров сейчас золото шарти. 12% покупает. Рынок идет, разумеется, по пути наименьшего сопротивления. В данном случае это движение вверх. Поэтому с большой долей вероятности, допуская, что уже в рамках текущей торговой сессии мы можем протестировать сопротивление психологическое 1900 долларов за тройскую фунцию, где уже можно будет снова, еще раз внимательно осмотреться, оценить дальнейшие перспективы рынка драгоценных металлов и принять для себя решение, стоит ли держать длинные позиции, либо занять выжидательную позицию. Те, друзья, кто из вас сделки не открывал ранее, может быть сейчас не самая подходящая возможность и их условия для этого, потому что золото очень сильно восстановилось. Но те, кто держит длинные позиции, считайте, что текущее позиционирование это прям дополнительный ветер в паруса последующего роста рынка драгоценных металлов. Нефть 79,49 в районе 80 долларов бренд топчется. Как косрочный потенциал за продажами, потому что запасы в США растут, Китай с ковидной темой не отступает, еще и намеренно перевезти поставщиков, перестись с залива в юань. Это негативные факторы, но долгосрочно я покупатель в отношении бренда и WTI, но считаю, что идеальные возможности и уровни для входа в длинные позиции находятся в районе 70-75 долларов за баррель. То есть, каткосрочно рекомендую шортить, где уже искать точки для уровня для покупок. Доллар иена 131,71. По-прежнему потенциал теста поддержки 130 высок. Мы ждем заседания Банка Японии 18 января, которое состоится. И вполне возможно еще один сюрприз, потому что Банку Японии необходимо уже признать, что инфляция выросла сильно. И это уже не дефляционные риски. Инфляция растет уже стабильными темпами. И в принципе можно сказать, что Банк Японии сейчас совершает ту же самую ошибку, что некоторое время назад совершал Федрезерв, который не признавал, что инфляция стала самоподдерживающим таким механизмом. И долгое время считал, что пройдет немного времени, соответственно, индекс потребительских цен пойдет на спад. Но этого не произошло. И мы помним, что Федрезерву пришлось в пожарном режиме включать жесткую монетарную политику и активно повышать процентную ставку. Потенциально то же самое может произойти с японским регулятором. Я заранее вас к этому готовлю, потому что Банк Японии еще не отказывается от мягкой экономической политики. Но, на мой взгляд, должен это сделать. Но когда появятся первые серьезные сигналы того, что нужно менять вектор и подход к монетарной политике, японская валюта станет одним из самых динамично растущих инструментов. В принципе, за последние недели мы видим то, что иена действительно очень неплохо укрепилась. Но я думаю, что мы как минимум сможем заговорить о локальной перекупленности иены только лишь после теста поддержки 125 иен за доллар. Сейчас до этого уровня еще почти 700 пунктов, поэтому я рекомендую присматриваться к коротким позициям. И еще одна валютная пара доллар-каналец. 1,34 текущие котировки. Очень сильный рынок труда. В пятницу количество новых рабочих мест 104 тысячи. Прогноз был 8 тысяч. Уровень безработицы снизился с 5,1 до 5%. И после этих данных, еще вкупе с отчетом по инфляции, довольно неплохим вероятностью повышения процентной ставки на 25 байсных пунктов на заседание 25 января. Сейчас составляет 80%. На этом фоне канадский доллар может неплохо укрепиться. Поэтому с текущих 1,34 я рекомендую шортить пару долларов в канаде с целями 1,32. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!